Две трети территории России испытывают сегодня дефицит йода. Вернее, его стабильного изотопа йода-127. Его наибольшим содержанием отличаются почвы, которых почти нет в нашей средней полосе. Это торфяны, чернозёмные и каштаны. Да, но в числе йододефицитных регионов, если можно так назвать, и Южный Урал. А недостаток йода тем временем вызывает поражение щитовидной железы человека. Так или иначе, щитовидная железа выполняет в организме важнейшую роль, вырабатывая гормоны, активно влияющие на деятельность всех желез внутренней ситуации. А вот весна – это время обострения всех хронических заболеваний, их активной профилактики. И вот как сохранить своё здоровье? Какого важного органа, как щитовидная железа? Сейчас узнаем. Спросим у главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения Челябинской области. Руководителя областного эндокринного центра Валерия Тюльганова. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что этим ранним утром пришли к нам в гости. Ну, расскажите нам, пожалуйста, все мы помним, что ещё 20 лет назад в СССР прямо вот ядированную соль всем давали. Масштабная профилактика. Что сейчас происходит, что нам нужно делать? К сожалению, многие заводы по производству поваренной соли или закрыты, или не работают, и у нас нет в стране достаточного количества ядированной соли. Но всё же соль это выпускается, да, и поэтому каждая семья должна использовать ядированную соль для того, чтобы элементарную профилактику вот этих йод-дефицитных состояний проводить. Надо только обращать внимание на сроки годности, да, на упаковку соли. Но использование соли, почему именно соль? Потому что примерно все семьи используют её в одинаковом количестве. И этого количества достаточно для профилактики. Профилактики для нормального питания и профилактики йод-дефицитных состояний. А что ещё, кроме соли? Какие продукты? Это обычно морепродукты. То есть это рыба морская, это кальмары, креветки и морская капуста. Но в отношении морской капусты надо быть немножко осторожным, потому что она содержит много достаточно йода, и лучше её добавлять в салаты. То есть были такие случаи, когда начинали её есть ложками, да, это очень йодная нагрузка большая, поэтому всё хорошо в меру. А как можно определить по своему самочувствию, что недостаточно йода в организме? Какие действия у вас там? Ну, видите, таких конкретных признаков нет. Вообще дефицит йода может в дальнейшем привести к нарушениям работы нервной системы, сердечно-сосудистой, к изменению функции щитовидной железы. То есть она будет вырабатывать меньше гормонов, и появятся признаки, да, такие. Вот такие признаки, характерные для низкой функции щитовидной железы или гипотиреза, они очень неопределённы, слабость, утомляемость, сухость кожи, недомогание, сонливость днём, да. Но если такие признаки появляются, наверное, надо обратиться или к терапевту, или к эндокринологу, и они уже назначат обследование плановое, включающее УЗИ щитовидной железы и исследование гормонов. У меня ещё есть такой вопрос. А ванны с морской солью, они способствуют восполнению? Я думаю, что нет. Это чисто процедура для кожи, да, хорошая. Психологическая помощь. Психологическая, да, надо внутрь. Да, значит, резюмируем. Морепродукты, морская капуста в небольших количествах, самое главное, ядированная соль, у которой, вот я только от вас узнал, что у неё есть проугодность, оказывается. Да, да, вот очень полезная информация. Очень полезная информация. Большое спасибо за то, что пришли к нам, рассказали, вот такие вроде очень простые, но важные вещи. Очень важные. И мы напоминаем, что у нас в гостях был главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Челябинской области Валерия Тюльганова.